Валерий Волошин из хутора Пригибского Калининского района. На приеме граждан он пожаловался на качество воды. Вот уже много лет из крана течет мутная жидкость. Все дело в том, что в скважинах поселения сегодня не установлены системы очистки воды. Исправить ситуацию Вениамин Кондратьев поручает до конца этого года Министерству топливно-энергетического комплекса. Там живут люди, там живут дети, живут старики. Давайте старикам на радость сделаем. Ну а молодежь, чтобы роста современные. С пониманием того, что они не хуже других, они не хуже городских. Мы сегодня должны, я всегда говорил, уравнять ценность жизни на селе и в городе. И тогда на самом деле мы добьемся результата, чтобы молодежь не бежала из станиц, хуторов, сел, не бежала в город, где по большому счету отчасти тоже надо найти работу и устроиться. А там создать жизнь, вот там, где они сегодня живут. И качественные, и комфортные, и рабочие места. Вот это основная наша сегодня задача. А вот Галина Алиева приехала на встречу с губернатором из Темрюкского района. В их поселке за родину сейчас идет строительство здания врача общей практики. Пока же за медицинской помощью жители ездят за 15 километров. Сдать в эксплуатацию новую амбулаторию планируют уже в начале следующего года. У нас как бы идет строительство. Идет строительство амбулатория вот этого врача общей практики. Да. Мы даже знаем, какой врач будет у нас работать, нас лечить. А что хотите, ускорить? Ускорить строительство. Давайте, я думаю, вот больше вы ждали. Давайте до конца года не будем ничего нарушать, но зато вы получите качественный, сертифицированный офис врача общей практики. Спасибо. И поверьте, я на самом деле хочу сказать, что сегодня хорошо, что у вас он есть. Мне важно, чтобы во всех таких населенных пунктах они были. А в целом, в целом, конечно, еще важно, знаете, не форма, а содержание, качество. Вот врача общей практики. Он должен быть тот врач, который на самом деле вам нужен, который сможет понимать, почувствовать и помочь. Просили на приеме граждан и посодействовать в строительстве газовой котельной в сельской школе, создать многофункциональную спортивную площадку. Все вопросы, с которыми обращались кубанцы, нашли решение. Инга Габейшая, телекомпания ФКТ.